И снова здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии Олег Березюк, глава Украинского юридического товариства. Олег, здравствуйте. И, конечно, Евгений Пташник. Мы точно его все знаем как экс-командира батальона Айдар, подполковника. А сейчас вот у него есть еще одна общественная работа. Он является председателем общественной организации «Добровольческий альянс». Здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, начнем с того, о чем все сегодня говорят. Давайте начнем немножко поговорим о Надежде Савченко. Вот вы лично знаете Надежду Савченко? Вот скажите нам. Да, я пришел в батальон в конце мая 2014 года. Познакомились в батальоне, когда мы приехали с ребятами. Ну, это уже второй раз был приездный. Надежда вместе с сестрой стояли на улице. Тогда ее сестра Вера приехала, как потом сказали, отговаривать ее вернуться в воинскую часть, к себе. А Надя хотела участвовать в боевых действиях. Не сидеть где-то в тылу, она летчица, а напрямую освобождать свою страну. Вот на тот момент мы как бы познакомились. Личных таких контактов прямых у нас не было, потому что я приехал на тот момент рядовым бойцом. А она хотела перевестись с летной части в наш батальон и подготавливать документы. Собиралась. Вот. Но такое оказалось знакомство. Оно было недолгим, потому что уже в первых числах июня мы прибыли в воинскую часть. А 17 июня она уже попала в плен при освобождении гольф-клуба в районе Счастья. И после того, как они освободили, они решили продвинуться вперед, захватить металлист, ну и попали в засаду. Ну я знаю, что вот члены батальона Айдар помогали, даже обращались к Надежде Савченко. Вот вы помните это время, вот когда она первый раз голодала и поддерживали ее всячески. Ну, была такая поддержка ребятам. И сейчас я думаю, что не стоит давать той власти, которая находится сейчас в России, я не говорю плохо о всех россиянах. Но та власть, которая сейчас совершает самосуд и преступления против украинского военнослужащего, это, по моему большому мнению, это неправильно. Люди, которые годятся ей в отцы, седые, совершают преступления. О том, как будет дальше развиваться событие, я не знаю, но хотел бы пожелать, чтобы Надя все-таки не голодала. Не надо давать им надежду, что она умрет. Она должна жить. Олег, вы как глава украинского юридического товариства, скажите нам, пожалуйста, вот мы очень надеемся на тот вариант, что если огласят приговор, вот был Марк Фегин у нас, он сказал, что Надя не хочет апелляции и хочет максимально быстрого обмена. Вот если все-таки нам удастся обменять Надю на вот тех, кто у нас там еще остались, граждан России, можем ли мы сразу освободить ее прямо вот на нашей границе? Людмила, я вот хочу обратить ваше внимание и особо обратить внимание на то, что сказал только что Евгений. Он сказал, что Надежда хотела брать участие в боевых действиях, освобождать свою страну. Это первое. Второе. Во время проведения операции она попала в плен. Вот то, что сейчас с ней происходит, это абсурд. Ее нельзя судить за уголовные преступления. Надежда Савченко не совершала уголовных преступлений. Она есть военно-пленной. Если мы посмотрим на эту ситуацию, как надо на нее смотреть, то есть назовем вещи своими именами. У нас между Украиной и Россией идет война. И Надежда Савченко попала в плен, именно в плен. И к ней нужно относиться как военно-пленная. Ее нельзя судить по уголовному законодательству. Это нормы международного права, об этом говорят. И то, что делает сейчас Россия, они хотят всему миру показать, что Украина это не самостоятельное государство. Что они считают ее своей территорией, потому что то, что они делают с Надеждой Савченко сейчас, это как бы то, что они могли бы делать со своим гражданином, который совершил уголовные преступления. Еще раз говорю, Надежда Савченко не совершала уголовных преступлений. Она выполняла боевую задачу. Она была официально в составе 24-го батальона территориальной обороны «Айдар». Это батальон, который входит в состав вооруженных сил. Она была в форме военнослужащего вооруженных сил украинской армии. И она попала в плен. Поэтому к ней нужно относиться как военно-пленной. Ни в коем случае нельзя судить. Поэтому то, что сейчас происходит, это театр абсурда. Но ведь была идея о том, что она должна была быть обменена. И потом вот американцы недавно снова об этом заговорили по результатам всех этих минских договоренностей. Но это же, получается, не работает. Помните, Россия потом заявила, ну вот, да, да, все отлично, но вот Асавченко как бы в этом процессе и не участвует. Вы же помните прекрасную ситуацию. Значит, смотрите, есть несколько моментов, на которые важно обратить внимание. Помните, в свое время, во время Второй мировой войны генерал Паулюс попал в плен под Сталинградом. И его хотели обменять, Гитлер предложил обменять своего генерала на сына Сталина. Тот обмен тогда не состоялся. В данной ситуации точно такая же ситуация. Наша надежда, она военнопленная. И ее можно обменять на тех российских ГРУшников, которые выполняли боевую задачу на территории Украины. Их нельзя судить за терроризм. Они не террористы. Они военнослужащие вооруженных сил страны, которая с нами ведет войну. И если мы назовем вещи своими именами, тогда все станет на свои места. Тогда можно будет ставить вопрос о какой-то посреднической миссии, брать третью страну. И эта третья страна может выступать как бы посредником между Украиной и Россией. Потому что то, что сейчас происходит, например, возле посольства Российской Федерации. Нет смысла о чем-то говорить с этим посольством. Нет смысла на него обрушивать какие-то шквалы бит. Посол это лицо неприкосновенное. Это во всем мире было, есть и будет. Поэтому, учитывая то, что мы ведем военный конфликт с Россией, нам надо брать третью сторону. Может быть, например, Великобритания, Франция, любая третья страна, которая может выступить посредником. И не надо говорить о том, что у нас Донбасс, Луганск, там произошло какое-то восстание, у нас идет гражданская война. Если бы там не было российских танков, российских денег и российских специалистов, у нас бы война уже давно закончилась. Ну вот, когда вы говорите назвать вещи своими именами, вы что думаете, как назвать своими именами? Что сказать, что напрямую, что объявить военное положение, сказать, что мы воем с Россией, объявить, что войну нашим врагом. Ведь многие говорят, что если мы объявим и скажем, что Россия оккупировала нашу территорию, то нужно сразу же тогда с Россией воевать. А вот мы не можем воевать с Россией напрямую. А так мы не воюем с Россией. Россия аннексировала Крым. Это знает весь мир. Доказывать не надо. Российские войска находятся на территории Луганской, Донецкой областей. Попадают в плен их не военнослужащие. Гибнут они там, наших они убивают. Мы воюем с Россией. Что мы еще должны скрывать? Кому это неизвестно? Это известно всему миру. Что нам еще нужно доказывать? Нам просто надо сказать, что когда идет речь о таких, как Надежда Савченко, они военнопленные. Когда речь идет о людях, которые выполняли задачи наших спецслужб на территории России и там попались, их судят как шпионов, тогда можно ставить вопрос об обмене тех, которые попались у нас как шпионы. Тоже практика мировая есть. Если говорить о таких, например, как Николай Карпюк, Клых. Которых сейчас судят в Чечне. Которых сейчас судят в Чечне. Это обратно же, это театр абсурда. Николай Карпюк, я знаю точно, лично знаю Николая Карпюка очень давно. Он никогда в жизни не то, что не воевал на территории Чечни в составе повстанцев чеченских. Он никогда в жизни там не был. Точно так же, как и Арсений Яценюк. Но тем не менее, им пытаются инкриминировать совершение преступления на территории России. Это, еще раз говорю, это абсурд. Это невозможно сделать. Идет фабрикация уголовных дел. То, что говорил Евгений, люди с седыми волосами... Просто издеваются. Даже потеряли честь, совесть. У них уже нет офицерской чести, офицерской совести. Ничего нет. Они берут и тупо выполняют то, что им говорит высшее руководство России. Это, в первую очередь, Путин и те, кто ему помогает. То, что у нас происходит сегодня, назвать цивилизованными отношениями в 21-м столетии невозможно. Россия уничтожила всю мировую систему международной безопасности. Своим поведением по аннексию Крыма, по введению своих войск на территорию Украины. Они практически объявили нам войну. И если у нас нет военного положения де юре, то фактически оно есть. Даже оно де юре есть. Другой вопрос, что наш президент не выполняет закон. Он должен был давно уже ввести военное положение как минимум в этих двух областях. И вы знаете, даже во время Второй мировой войны, когда между Советским Союзом и Германией шла война, то военное положение было не по всему Советскому Союзу, только на тех территориях, где непосредственно проходили боевые действия. Нет никаких проблем в том, если мы введем там военное положение. Более того, это поможет нашим вооруженным силам быстрее навести там порядок. Потому что у них появится больше возможностей для того, чтобы наводить порядок. Ну и прежде чем перейти к ситуации на Востоке, очень хочется вспомнить эту безобразную ситуацию вчера с этим письмом, которое якобы вначале направил президент Петр Порошенко Наде. Потом выяснилось, что это какой-то нелепый розыгрыш. Просто ужасный розыгрыш, беспринципный розыгрыш, нечеловеческий какой-то розыгрыш. Вот для меня только единственное непонятное. Как такое может происходить? Если их ФСБ работает, то что наша СБУ? Почему не отвечает им просто? Получается, что наша СБУ не работает. Ну как, нельзя же просто взять и передать письмо. Какие-то же должны быть официальные каналы или какие-то договоренности. Ведь все-таки это же уже официальные. Знаете, когда идет речь о работе спецслужб, там разные методы используются. И я считаю, что то, что произошло с этим письмом, это достаточно удачная операция спецслужб России по отвлечению внимания от основной проблемы. И то, что сейчас все говорят об этом письме, говорит о том, что эта операция удалась. Знаете, я дополню немного. Мы смотрим все телевидения и замечаете, что СБУ накрыло казино. СБУ там закрыло какой-то конвертационный центр. У нас идет антитеррористическая операция, где должно в первую очередь работать СБУ, Служба безопасности Украины. Есть специальные подразделения антитерроровные. Они находятся здесь и завтра они начнут ларьки разгонять или бабушек с семечками. Становится просто неприятно, что службы не выполняют свои задачи. Той, на которую их учили и мы тратим кучу денег. Ну, это еще один важный момент. Военная контрразведка. У нас очень много людей, которые служат в армии и работают против наших вооруженных сил. То есть шпионы, диверсанты, которые находятся внутри наших вооруженных сил, они не получают надлежащие оценки и по существу СБУ не выполняет свои основные обязанности. Потому что военная контрразведка это их функция. Функция защищать армию от проникновения вражеских диверсантов и разведчиков. Неэффективно работает. То есть мы так и не наладили, да? Добавлю еще, что во время службы в Афганистане у нас от комитета госбезопасности находились особисты, которые пресекали различные неправомерные действия военнослужащих Советского Союза. Ну, вооруженных сил Советского Союза. Это контрабанды, это мародерство, это убийства мирных жителей. И они работали хорошо на тот момент. Сейчас я обращался в министерство обороны, в генштаб вернее, спрашивал, почему у нас нет особистов в понских частях. Это было бы сняло огромную нагрузку с командиров. Во-первых, не было бы никаких печатаний в газетах, в журналах, в телевидении о том, что военные занимаются контрабандой. Работали бы специальные органы. Не было бы убийств мирных жителей. Не было бы сепаратистов, проникших на территорию воинских частей. И агентов других держав. Мы же не знаем до сих пор, есть ли в вооруженных силах те люди, которые были засланы с другой стороны. Вот за годы войны удалось все-таки как-то улучшить работу СБУ и контрразведки, о которых вы сейчас говорили? Ну, факты говорят об обратном. Очень плохо работает. Потому что если бы работали лучше, то у нас не было бы сброса информации на ту сторону. У нас бы не было так много погибших в засадах из-за того, что была утечка информации. Военная контрразведка на сегодняшний день работает очень плохо. И то, что говорил Евгений, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, они занимаются функциями, которые должны выполнять такие органы, как милиция, сегодня полиция, ну и другие правоохранительные органы, прокуратура, например. А военная контрразведка должна заниматься защитой своих вооруженных сил от вражеских проникновений. Ну и давайте немножко поговорим о том, что происходит на Востоке. В какой-то момент создалось впечатление, что горячая фаза закончена. И даже было какое-то время, что никто не погибал, и это, честно говоря, радовало. Но сейчас снова, практически каждый день говорят о том, что люди погибают, что кто-то ранен. Расскажите, я так понимаю, что вы все равно это все уже отслеживаете. Что происходит сейчас на Востоке, идут ли там боевые действия? Потому что недавно совершенно, даже сегодня утром я прочитала, Денис Казанский был, что наши войска продвинулись даже немного вглубь, совершенно неожиданно для себя, и там перекрыли дорогу между Донецком и Горловкой. Вот непонятно, что там, то ли мы держим эти позиции, то ли мы наступаем, идут ли там, идет ли там отход оружия. Что там происходит на самом деле? Евгений, ну давайте, наверное, с вас начнем. Ну что, я не езжу сейчас на передовую. У меня определенно сложились, как сказать, я не хочу пока туда ездить. Не потому, что не хочу мешать. Я хочу здесь что-то наладить, чтобы люди, пришедшие с войны, были не брошены. И принимаем их к себе в организацию. Но все равно не удается. У нас осталось очень много моих ребят в Айдаре, которые служили еще премьем. Сейчас уже прошла новая демобилизация, призваны новые люди. По их мнению, то, что началось у нас после вступления в силу Минских соглашений, оно также и идет. Боевых действий серьезных нет. Идут небольшие перестрелки. То, что перекрыли дорогу между Горловкой и Донецком, ну это, наверное, один из случаев таких. То, что произошло случайно. Это не какая-то спецоперация или наше наступление. Я так думаю, что война эта продлится в таком состоянии еще долго. В ближайшее время я не вижу никаких посылов о том, что будут какие-то изменения. Ну, и еще я хотел бы добавить. Чтобы отойти от этого немножко вопроса, у нас сказали, что у нас самая сильная армия. Да, у нас армия стала лучше, крепче за это время, что прошло с начала войны. Но она еще оставляет желать намного лучшего. За два года прошедшей войны мы могли бы сделать гораздо больше. Я считаю, что не может армия быть сильной, если в ней служат непрофессиональные офицеры. В свое время, в 2014 году, я скажу по своему батальону, мало кто хотел идти офицерами в батальон Айдар. Тогда был приказ начальника генерального штаба о том, чтобы военнослужащие, которые имеют высшее образование и которые готовы стать командирами, помочь в организации батальона, было присвоено звание младший лейтенант, и они служат в части батальона. Так как президент сказал, что война продлится недолго, они поверили, что нужно сделать батальон, стали в строй, начали командовать самими подразделениями, но прошло уже два года, и эти люди до сих пор в строю. Это люди не обученные, не подготовленные, как армия может быть сильная с неподготовленными офицерами. Поэтому мы готовим сейчас один из законов с товарищами, чтобы офицеры, которые получили младшего лейтенанта, были либо направлены на переподготовку по их собственному желанию в сухопутные силы, либо были уволены и вернулись в свои семьи. Олег? То, что говорит Евгений, в принципе, я могу то же самое подтвердить по Киевской области. 11-й батальон территориальной обороны Киевская Русь, это такой же батальон, как Айдар, он брал участие в боевых действиях, хотя по закону не должен был брать. И как он формировался, могу сказать то же самое, что были призванные люди, которые имеют офицерские звания, но они даже не служили в армии. Они закончили там вузы, им присвоили звание, а опыта боевых действий, ну не то, что опыта боевых действий, у них вообще не было опыта управления личным составом. Это была очень большая проблема. А их сразу же бросили на передовую, и они непосредственно начали брать участие в боевых действиях. Это абсолютно неправильно. По опыту даже того же Советского Союза, перед тем, как военнослужащего, даже рядового, послать в Афганистан, минимум полгода человек проходил подготовку в учебном подразделении, и тогда он направлялся в район боевых действий, при условии, что он готов к выполнению боевых задач. То есть брали еще не всех. Поэтому намного эффективнее там наши, хотя и моложе были, но намного эффективнее воевали. Что касается в Украине, нынешней ситуации, у нас сейчас ситуация такая ни войны, ни мира. Это хуже, чем если бы была война или был бы мир. Потому что любая война, она заканчивается или поражением, или победой. А у нас, то, что вы говорите, под Горловкой, наши неожиданно для себя взяли какой-то там участок под свой контроль. Ну, я абсолютно уверен в том, что это была оперативная инициатива какого-то местного командира, не знаю, там, командира батальона быстрее всего, который принял решение и, сориентировавшись на местности, он понял, что он может сделать. Но, как бы, это несистемная работа и так быть не должно. Потому что, обратно же, захватив какой-то там плацдарм или участок, не имея поддержки, не имея согласованных действий со штабом Министерства обороны, они могли просто попасть в засаду, попасть в окружение и погибнуть там. То есть, ну, такие действия, они, с одной стороны, как бы, если говорить там с точки зрения патриотизма, они поднимают боевой дух, но с точки зрения тактики и той же стратегии, они неправильны с моей точки зрения. Поэтому для того, чтобы мы могли эффективно противостоять тем вызовам, которые сегодня есть, нам надо слаженное взаимодействие, во-первых, политиков и вооруженных сил. Тогда можно говорить о том, что мы можем эффективно противостоять тем процессам, которые происходят у нас на Востоке и одержать победу. Потому что по-другому я не воспринимаю ситуации, когда мы можем уступить вооруженным силам России и тем восточным нашим сепаратистам, которые вместе с ними отвоевали часть нашей территории и пытаются сделать все для того, чтобы Украина была как можно дольше таким слабым государством, с хаосом внутри страны и низким уровнем доверия на международной арене. Какова судьба добровольческих батальонов? Немножко хочу вас свернуть во время, в то время, когда только формировались эти добровольческие батальоны, то я помню, какой был прилив у всех, у всего украинского общества. Волонтеры помогали, все люди, да все помогали, все, кто мог, все помогали. И вот люди, которые пошли добровольцами в эти добровольческие батальоны, воспринимались просто как наши защитники, наши герои. Потом, к сожалению, прошло время, когда стали говорить о тех неприятных случаях, о которых вы тоже говорили, что и Amnesty International, и другие международные структуры говорили об этом, что не все так гладко. А потом последовала серия громких арестов. В частности, был арестован командир батальона Торнадо, например. И тогда вдруг стало складываться такое впечатление, что вдруг совершенно диаметрально противоположное, что вначале эти люди были героями в лицах Украины, потом вдруг вот так вот, что они вдруг бандиты. И это настолько сильно повлияло на общественное мнение, что очень сложно общественное мнение трансформировалось. Вот расскажите мне, что вообще о судьбе добровольческих батальонов, потому что это беспрецедентная в истории Украины ситуация, в современной истории Украины. Вот как это все начиналось, как это развивалось, и на каком сейчас это этапе, и как вы видите, что будет дальше вот с этими людьми, которые пошли добровольно, которые защищали Родину, которые прошли вот и там и котлы, и все что угодно, и окружение, и раны, и смерти товарищей, и все прочее. Вот давайте немножко вот об этом поговорим. Мне кажется, это очень важно. Ну, начнем с того, для чего нужны вооруженные силы. Вооруженные силы нужны для того, чтобы при нападении на страну дать отпор агрессору, пока страна не мобилизирует своих лучших людей, не поставит строй, чтобы можно было остановить противника. У нас произошло все наоборот. У нас народ пошел защищать страну, для того, чтобы вооруженные силы могли мобилизироваться, восстановиться, для того, чтобы снова стать строй, прийти на передовые позиции и остановить врага. Так же было с нашими добровольскими батальонами. Батальон «Найдар», я за него сейчас начну рассказывать, можно коснуться немного Донбасса, он так же формировался, как и мы. Люди шли прямо с Майдана, уезжали на передовую линию. По зову души, не по приказу. Некоторые не хотели даже устраиваться через военкоматы. Приходили, говорят, мы пришли не служить, мы пришли, чтобы остановить противника, а потом едем домой. Так шли все. Ни денег никто не просил. Я сам пришел с мая месяца, тоже не стал в строй, тоже взял автомат, с мая 14-го начал бегать, пока не увидел, что люди не обученные, не подготовленные. Воинское подразделение всегда лучше, чем любая группировка. Потому что каждый знает свою задачу, у каждого есть командир. У командира есть другой командир, который ставит задачу, они выполняют, видят сверху лучше всегда, чем снизу. Пойдем туда воевать или сюда. Так было с Айдаром. Так, скорее всего, было и с Донбассом, и с другими подразделениями. За все не хочу говорить, но в Донбасс примерно так ребята рассказывали. Были группы, группы людей. Пришли там у нас, были гризли, были медведи, были куча людей с разных сотен с Майдана. Так они и назывались. Это не было первая рота, вторая, третья, четвертая. После двух месяцев боев, когда легло очень много людей, я уже зашел в Министерство обороны, говорю, я уже пришел сдаваться, готов служить, потому что невозможно так воевать, чтобы гибло на человека с той стороны, с этой стороны гиб также человек. Нам нужно воевать было лучше, профессионально. И, значит, нужно было поставить всех в строй, подготовить и поставить задачи. Вот. Батальоны, когда я пришел, у нас было 200 человек, автоматов было 100. Я вернулся обратно, чтобы получить здесь, купить автомат, поехать на войну. Точно так же мои там товарищи. А покупали-то за какие деньги? За свои деньги. За свои деньги, плюс нас, допустим, меня одевали мои друзья. Все, каждый приходил, говорит, так, тебя тот-то купил, а почему я тебе, твой друг, ничего не дал? Поехали в магазин, купим. Купили оружие, купили форму. И мы поехали туда защищать страну, защищать этих людей, защищать их детей. После того, как батальоны стали, строй начали воевать, я так думаю, что мы не, ну, как это лучше выразиться, люди с разных слоев населения. Когда мне звонили и говорили, почему вот ваш боец совершает правонарушение или нарушил закон, почему, где вы были? Я говорю, подождите, эти люди, это я могу у вас спросить, почему ваш отец пришел и нарушает закон? Почему ваш сын пришел и нарушает закон? Он пришел по одному случаю. Был такой военнослужащий Филатов. Он пришел к нам 25-го, а 19-го января, а 19-го февраля мы его уже уволили. Он пришел, получил оружие, где-то еще понаходили, где-то создали группировку и начали ездить, грабить население. Мы сразу сообщили ВСП, прокуратуру, чтобы его перекрыли дороги и его арестовали. Так сделала милиция, арестовали его в районе Северодонецком. Командиры все были настроены на то, чтобы преступников в наших рядах не было. И работали совместно с прокуратурой, с военной службой правопорядка. Я встречался с москалем Геннарием Геннадьевичем, когда пошли нападки, и от него то же самое на батальон. Когда он был губернатором? Да, когда он был губернатором. Мы с ним поговорили, я его пригласил в батальон. Встретился он с командирами. Нашли общий язык. Он когда вышел, говорит, командир, давно надо было меня пригласить, я увидел людей. Ни в коем случае нельзя говорить, что бойцы 92-й бригады или бойцы Айдара, как сейчас последнее выступление, совершали преступление или совершают. Я считаю, что это уже уничтожение армии начинается в таком формате, когда люди выступают. Ни губернатор, ни какой политический деятель не имеют права так говорить. Об этом имеет право говорить только военный прокурор и то говорит, что подозреваются военнослужащие в таких-то, таких-то преступлениях. А суд уже выносит приговорный. Если мы этого не сделаем, мы не построим так страну. У нас так же будет страна, как при Януковиче, так же, как при Кучме, при Ющенко, при всех остальных. У нас везде политики будут решать, как они считают нужным сделать им страну. А она так не делается. Поэтому Москаль, он оказался достаточно мудрым человеком. После этого нападок на батальон не было. В любой момент я мог ему позвонить, встретиться. В любой момент он мне мог позвонить, какие возникали вопросы. Все решалось очень быстро. Потому что оказывалось на тот момент помощь. Вплоть до того, что мне можно было напрямую звонить в прокуратуру города Киева. В город Киева. Поэтому по добровольским батальонам армия сейчас встала на ноги. Это реальность. Насколько она сильная, думаю, еще нет. Добровольские батальоны выполнили свою задачу. Они должны быть переподчинены в бригады. Поставлены туда действующие нормальные офицеры, которые обучены. Ну, хотя бы полгода при Академии сухопутных войск. И командовать должны уже нормальные офицеры. А всех людей, кто не хочет, потому что мне звонят ребята, и просто умоляю, чтобы мы как-то решили вопрос, чтобы их можно было уволить. Не нужно искать людям по болезни как-то уходить, по рождению ребенка или по болезни мамы. Они сейчас ищут любые пути уволиться. Которые сейчас в батальоне? Да, которые сейчас в батальоне. Которые пришли добровольцами, да? Которые пришли добровольцами. Они готовы уйти оттуда уже. Они сделали свою задачу, они выполнили ее. Мы остановили противника. Именно мы остановили противника. И теперь они хотят вернуться в семьи. Им по 40, по 50 лет. Пусть идут туда молодые ребята. Готовятся. Им дают уже хорошую зарплату. Одевают, обувают. Все, у нас должна быть армия нормальная, как это во всех странах мира. Иначе мы превратим снова армию в сбродную. Ну, все-таки, вот тоже, Олег, ваше мнение о добровольческих батальонах. Что дальше? Они сейчас все являются членами? Министерство обороны или что? Министерство внутренних дел? Они все уже распределены? Или есть, которые вне подчинения? Нет, таких нет. Это незаконное вооруженное формирование. Оно не имеет права существовать по законодательству Украины. Все находятся в чем-то подчинении. Или в подчинении Министерства обороны, или Министерства внутренних дел. Когда речь идет о таких батальонах, как ОЗОЛ, уже полк. Батальон Айдар, он в составе Министерства обороны. Ну, и я согласен абсолютно с тем, что сказал Евгений, добровольческие батальоны выполнили свою задачу. И сейчас их нужно организовать, реорганизовать и переподчинить тем структурам, которые сегодня у нас есть официальные. Действительно, абсолютное большинство людей пошли в эти батальоны по зову души, защищать свою родину от внешнего агрессора, от врага. Естественно, были люди, которые пришли в батальоны для того, чтобы получить оружие, а потом использовать его для того, чтобы грабить, убивать. Ну, и использовать ситуацию в личных интересах, для личного обогащения. Такие люди тоже были. Ну, это чистые уголовные преступники, ими должна заниматься прокуратура, ими должны заниматься правоохранительные органы и делать все, чтобы они не бросали тень на тех добровольцев, которые пришли из патриотических побуждений защищать свою страну. Плюс еще один очень важный момент – это работа спецслужб иностранного государства. Почему наша армия не была готова к тому, чтобы выполнить боевую задачу, когда случилась внешняя агрессия? Ее разваливали изнутри на протяжении очень многих лет. Действительно, армии не было. И только добровольческое движение остановило вот ту навалу, которая появилась у нас на Востоке. Естественно, что российские спецслужбы работали намного лучше, чем наши, потому что обратно же та же ситуация была, что и в армии. Спецслужбы разваливали изнутри, оставляли своих, грубо говоря, агентов, которые обратно же делали то же самое, чтобы подорвать боеспособность тех же спецслужб в том числе. Поэтому, естественно, что их агенты пытались совершать преступления и дискредитировать добровольческий рух. Журналисты, часть не владея информацией по методу работы спецслужб, подфатывали эту информацию и доносили до широкой общественности, что и надо было нашему противнику. Другие работали специально, целенаправленно используя методы так называемой информационной войны. То есть целенаправленно формировали в сознании наших граждан, не только наших граждан, мировой общественности негативный имидж добровольческих батальонов. Вот то, что Евгений говорил о 92-й бригаде, что выходит глава администрации и говорит, что 92-я бригада занимается тем-то, тем-то, тем-то. Не может вся 92-я бригада заниматься противоправной деятельностью. Есть определенные люди. Но когда говорит так официальное лицо, у людей складывается впечатление, что это все этим занимаются. То есть эту информацию надо подавать дозированно. И учитывая то, что мы находимся в состоянии войны, прежде чем говорить что-то, нужно думать. И думать очень хорошо, потому что то, что ты сказал, может быть использовано не только против тебя, а и против твоей страны. Особенно учитывая то, что Россия достаточно давно работает в сфере информационных войн. У них есть целые научно-исследовательские институты, которые занимаются этими проблемами. У нас, к сожалению, даже близко к этой проблеме не подходили. И поэтому в этом плане мы отстаем от России. Но, с другой стороны, мы ни на кого не нападали. Напали на нас. И мы защищаемся. Правда, на нашей стороне. Поэтому мы победим. Я хотел бы еще немножко добавить. Скажем так, по 92-й бригаде. Я лично знаю командира бригады, полковника Николюка. У меня очень хорошее мнение об этом человеке, как офицере, как командире. Коснулся вопрос контрабанды. Коснулся вопрос... Ну, я их называю не офицерами, а больше зарабитчанами. Солдаты и офицеры не только армии. Погран войск, службы безопасности украины, милиции. Все занимаются контрабандой. Не все поголовно. Но в каждом роде войск есть свои, ну, скажем так, такие люди, которым не только не место в вооруженных силах или в рядах милиции, службы безопасности. Для этого нужно законодательство, серьезное законодательство. Может, самое жесткое. Потому что вот эти зарабитчане, они портят имидж не только армии, они разрушают, а разрушают наши вооруженные силы, наши силовые структуры. Законодательство должно быть очень жестким. Во время войны нельзя говорить, что мы тебя там накажем, переведем отсюда в Министерство обороны. Не будешь ты в секторе находиться, а будешь в Министерстве обороны. У меня даже предложения были вплоть до расстрела, как во время войны. Ну, может быть, более мягче эти люди не должны быть в вооруженных силах. Надо выгонять их, надо судить. Судить уже как гражданским. Ну, у нас законодательство на самом деле достаточно жесткое. Другое дело, что оно не выполняется. И это в первую очередь вопрос к военному прокурору Матиосу и его подчиненным. И вопрос обратно же к службе безопасности. Потому что военная контрразведка в их подчинении. Вот если два этих органа нормально заработают, у нас очень быстро все станет на свои места. И контрабанду уберут, и преступников накажут. И еще процессы судебные по преступникам должны быть публичными. Чтобы люди понимали, что совершил преступление конкретное, там, Иванов, Петров, Сидоров, да? А не 92-я бригада. Или какой-то батальон, например, да? Или какой-то батальон, да, добровольческий. А есть конкретные люди. Ну, как говорят, в семье не без урода. Поэтому, естественно, что могут появиться люди, которые будут себя вести противоправно. Но это ложится тенью на все подразделение. То ли это подразделение вооруженных сил, то ли это добровольческий батальон. Для того, чтобы этого не было, нужна эффективная контрразведывательная работа. Вот когда контрразведка у нас будет нормально работать, тогда и командирам будет легче управлять своим подразделением. Потому что у командира задача совсем другая. Он должен держать оборону, он должен разрабатывать планы по захвату объектов, ну и так далее. А выявлять тех людей, которые подрывают боеспособность изнутри, это задача военной контрразведки. Ну вот в современной Украине после двух лет войны уже появилось поколение людей, пришедших с войны. Вот, Евгений, вы тоже относитесь к этим людям, да? Вот скажите, пожалуйста, что сейчас с этими людьми? Как они себя чувствуют? Вот, вот, знаете, помните, это был вот афганский синдром, да? Ведь сейчас уже это как-то стало забываться, но мы-то все помним, тем более те, кто прошел это. И Котлы, и Иловайский, и Дебальцевский, и, я думаю, много других таких операций, которые прошли наши члены добровольческих батальонов, наши солдаты украинские. Вот, вот, это сейчас им сложно возвращаться в мирную жизнь? Вот, и второй вопрос, многие, уж если подкровенно говорить, многие говорят, что у тех людей, которые пришли с войны, много оружия, а вообще много оружия на руках, это тоже, вот, наверное, важный вопрос. И что иногда политиками вот именно эти люди, прошедшие войну, рассматриваются как люди, которые могут дестабилизировать ситуацию. Уж извините, да, ну, тут, да, как говорится, из песни слов не выкинешь. Вот, если можно, вот, хотелось бы откровенно на вот эту тему поговорить, потому что даже вот совершенно недавно мы видели, да, когда была какая-то попытка провокации на Майдане, сразу опять снова вернулись к этой теме, да? Ну, я сейчас немножко выкоснулись Иловайска-Дебальцева. Я посмотрел, немножко отвлеченно так, не касаясь сути вопроса, посмотрел эти два фильма. После Иловайска мне что-то стало немного не по себе. А после фильма «Дебальцева» у меня закололо в груди. Я пошел глотать таблетки от сердца, для сердца. Вот, я посмотрел, историю делают политики. Вот они сейчас пишут историю неправдивую. По этим фильмам у нас везде герои. Мы все, все сидят в наградах, как, я не знаю, как елочка наряженная. И смотря на генералов, как они храбро все это провели, эти операции, как Россия испугалась, у меня вопрос только за один возникает. Где территория? Где эта территория, которую они героически отстаивают? Это очень неприятно. Они не понимают, что солдаты это тоже понимают. Те, кто воевал либо в Иловайске, либо в Дебальцево, либо на других точках, они понимают, что мы проиграли эти территории, просто упустили из-за безграмотности, из-за безграмотности вышестоящего руководства. Теперь, касаясь парней, которые туда приходят, есть люди, которым реально нужна помощь. Это те, кто были в плену, те, кто получил контузии, увечья, им нужна помощь. И за это государство должно считать это своей самой первой обязанностью, чтобы помочь этим людям. Потому что они защитили их семьи. Наши с вами, здесь всех людей, семьи. Сейчас меня защищают те ребята, которые вместе со мной воевали. Мы должны все сделать для того, чтобы их семьи чувствовали себя нормально, уверенно, что что бы ни случилось в жизни, они никогда не будут забыты. Те люди, которые потеряли своих детей на войне, мужей, отцов, они сейчас брошены государством. Реально брошены. Мы иногда встречаемся с ними. Мне тяжело смотреть этим людям в глаза. Я, когда пришел с войны, думал заняться снова, ну, до этого, когда уходил, занимался бизнесом. Решил заняться бизнесом. Побыл месяц-два на гражданке, я понял, что я не смогу уже никогда заниматься бизнесом. В этой стране нужно что-то менять. И мы сейчас объединились для того, чтобы изменить страну так, чтобы никогда этих войн не было. Чтобы любая страна, Америка, Китай, Россия, решили напасть на кого-то, они посмотрели и сказали, на Украину нападать нельзя. Это очень сильная страна. И свободная, и сильная. Там каждый человек станет с ружьем за свою родину, за свой дом. Ребята, которые пришли с войны, я снова вернусь к этому, не все требуют помощи. Синдром, ну, я прошел синдром Афганистана. Первое время это было, знаете, как-то, может быть, тяжеловато. Потом к этому всему привыкаешь. От него вылечивается временем. Только временем. Не психологами, никем. Только время. Те, кто пошел снова на войну после Афганистана, это люди, которые не вылечились. Это мы не вылечились от этого. Часть людей вылечилась, живут нормально, считают, что война, это где-то там далеко. После этой войны, думаю, синдром останется у многих. Потому что прошло через горнила, через жернова этой войны достаточно большое количество людей. Наверное, больше, чем после Афганистана. Наверное. Чем можно им помочь? Работой. Человек должен отвлекаться. Человек должен знать, что он что-то делает для этой страны. Если он пошел туда воевать за страну, значит, он дальше должен продолжать бороться за нее. Пусть создают общественную организацию, вступают в них и работают. Делают, меняют страну. Мы еще сильны. Мы достаточно сильны, чтобы нам меньше помогать, а мы еще можем помочь людям. С Афганистаном было проще. Туда отбирали людей и брали тех, кто может воевать. В нашей ситуации пошли все, кто хочет. И многие психологически не готовы были к боевым действиям. Поэтому здесь намного больше получилось вот того синдрома, о котором вы говорите. Да, те люди, которые сознательно пришли и имели определенный опыт, они знали, куда идут, они готовы были к боевым действиям. Очень много людей было, которые попали на войну, они не поняли, что идет война. Для них это было что-то, ну, как бы, как картинка по телевизору. Когда они попали в район реальных боевых действий, ну, начали срывы. Поэтому тут действительно нужна будет и помощь психологов, и социальная какая-то реабилитация. А я считаю, что для того, чтобы этих проблем не было, наша армия должна стать профессиональной. И, как говорили древние, севисвас им парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Когда мы будем сильными, никто не посмеет на нас напасть, и с нами будут считаться все. Поэтому мы сейчас, вот я немножко забегаю наперед, вместе с Евгением работаем, с Евгением, с другими людьми, которые имеют определенное образование, определенный опыт, работаем над тем, как создать систему национальной безопасности, которая будет противостоять внешней агрессии тех наших потенциальных врагов, которые захотят обратно напасть на нашу землю. Речь идет и о помощи вооруженным силам, и речь идет о том, чтобы помочь местным администрациям создать силы территориальной обороны. Это по образцу некоторых западных стран, да? Ну, не только по образцу некоторых западных стран. И западных стран, в том числе, это в первую очередь идет речь, например, о Югославии бывшей, Швейцарии, Соединенные Штаты Америки. И, кроме того, у нас есть свой опыт. У нас была на теоретическом уровне разработана система территориальной обороны. Но, как показал опыт того, что было написано на бумаге, не совсем фатало для того, чтобы реально обеспечить то, что нам нужно. Но ведь юридически не существует это. Нет, юридически существует. Как раз юридически существует. Насколько легально это территориальная оборона? Это все легально, но на область всего один батальон. Ну, грубо говоря, это 400 человек. 400 человек обеспечить безопасность области не могут, ну, никак. Ни при каких условиях. И, учитывая то, как формировался тот же 24-й батальон Айдар, который непосредственно формировался на территории Луганской области, это был батальон, по сути, территориальной обороны. Но, учитывая, что он формировался не совсем так, как нужно это было делать, учитывая этот опыт, мы сейчас попробуем на территории Киевской области создать пилотный проект. Не надо никакого законодательства менять, у нас все есть. Мы сейчас, учитывая опыт из зарубежных стран и наш личный опыт, попробуем создать пилотный проект. Если у нас все нормально получится, мы потом его распространим на всю территорию Украины. В армии говорят так. «Делай, как я». Если хочешь кого-то чему-то научить, сам покажи пример. Но это же не является альтернативой контрактной армии, да? Нет. Когда речь идет о силах территориальной обороны, это силы, которые есть вспомогательные. То есть, которые готовы встать под ружье в нужный момент. Которые готовы помочь армии обеспечить удержание участка определенного при нападении извне. Это, можно сказать, грубо, это как партизаны в войну были. Это те, которые поднимались и устраивали диверсии, помогали ловить шпионов, диверсантов и так далее. То есть, идет речь о том, чтобы местные люди, получив определенный опыт, определенную подготовку, могли защитить себя, свою семью и свою землю. И служба в силах территориальной обороны состоит в том, что люди защищают ту территорию, на которой они живут. Лучше их местность не знает никто. И в случае, например, высадки диверсионной группы на определенную территорию, они могут оперативно собраться и организовать эффективный поиск, ну и задержание или уничтожение определенной группы. Ну и, естественно, когда идут широкомасштабные боевые действия, эти силы должны помогать тому подразделению вооруженных сил, ну кадровой армии, которые находятся на определенном участке боевых действий. Ну вот так, коротко. Да, хотел немножко еще коснуться, упустили немного вопрос, что пришли оттуда ребята, куча оружия, да, оружия много. Только в батальоне Айдар было разворовано, наверное, больше тысячи, там, полторы тысячи или две тысячи, не знаю, по данным уже не помню, стволов. Это оружие находится где-то здесь, в большинстве своем где-то здесь. Но признак имения оружия на руках, это еще не значит, что оно пойдет в работу. В Америке у каждого по одному, по два ствола, вплоть до того, что можно пушку держать. Но эти люди, если их правильно направить, это будут первыми защитниками страны. Просто нужно выяснять прокуратуре, следственным милицией, следственным органам, у кого оно есть. Может быть, даже узаконить его. Автомат, это не признак того, что я пойду его начну грабить. В первую очередь, у меня есть два автомата, вернее, два зарегистрированных ствола. Ну, я не выхожу с ними за двор. Я не охотник, я не охочусь. Но если ко мне войдут во двор, невзирая, кто он будет, я его застрелю. Если он идет с плохими намерениями грабить, мне все равно будет. И это должно быть у каждого человека. В Америке есть у каждого автомат, к нему зайти боится вору, потому что его застрелили. Нам нужно делать закон об оружии и людей учить, готовить к обращению с оружием и для чего оно им нужно. Если это оружие нужно для... Ну, не знаю. Если я куплю оружие спокойно в магазине, я не пойду с ним грабить. Только с левым стволом. С нелегальным. Да. Ну, абсолютно согласен. Легализация оружия должна быть. И когда мы говорим... Ох, вы затронули тему. Вот я хочу напомнить нашим зрителям, что мы уже говорили на эту тему. Можем даже вернуться поговорить. Нужно ли легализация оружия в условиях, когда многие вывезли. Это важное условие, о котором мы сейчас говорим. Это не нужно, это необходимо. Потому что если человек имеет оружие с благими намерениями для защиты своей территории, своей страны, своей семьи, своих родных и близких, это одно. А когда человек имеет оружие для того, чтобы совершать преступление, то тот человек, который имеет зарегистрированное оружие, никогда в жизни не будет с ним совершать преступление. По одной простой причине. Его очень быстро можно вычислить. Есть гильзотека, боеприпасы отстреливаются, они хранятся в специальном хранилище. И как только это оружие где-то появится, оно сразу будет вычислено. Ну и сразу будет понятно, кто его применил или кто халатно относился к хранению оружия, в результате чего там совершилось определенное преступление. Поэтому бояться легализации не надо. Более того, если мы сможем реализовать ту программу, о которой я только что говорил, то наоборот, мы получим дополнительные вооруженные силы, которые покажут всем нашим врагам, что на нас лучше не нападать. Например, как Швейцария. В Швейцарии у каждого есть не просто там огнестрельное оружие. Если человек пулеметчик в определенном подразделении, у него стоит пулемет. Во дворе? Не во дворе, в специальном пирамиде. И когда его призывают на сборы, он берет этот пулемет и вместе с пулеметом выполняет свою боевую задачу. Точно так же в Швеции. У меня уже предварительная договоренность была, я еще ребятам не говорил. Шведы готовы поделиться опытом, как они организовали силы территориальной обороны свои. То же самое у меня был разговор с литовцами и с поляками. У них интересный опыт и я думаю, что мы кое-что из того, что у них есть, покажем им и позаимствуем. Но, учитывая то, что мы имеем опыт реальных боевых действий, мы можем кое-чему их научить. И они тоже в этом заинтересованы. Поэтому на этом уровне принципиальная договоренность есть. Сейчас все будет зависеть от того, насколько нам удастся с нашими официальными властями договориться о сотрудничестве по поводу создания сил территориальной обороны. Обратно же на это... Это проблематично? Ну, пока нет. Пока нам дали зеленую улицу. Я не хочу называть область, не хочу называть руководство, которое пока благоклонно к этой идее относится. Но принципиально нам сказали да. И как только у нас что-то получится, мы готовы будем с коллегой прийти к вам в студию и рассказать, что у нас получилось. Ну и обратно же поделиться опытом со всей страной. Ну, конечно, всегда будем рады. Ну и, наверное, последний вопрос. Вот воинское братство, что называется, вот часто вы встречаетесь с тем, кто прошел войну. О чем говорите? Какие эмоции? Чего хотелось бы? Что вспоминаете, не доделали? Что там... Как это обычно случается? Расскажите. Скажу за две войны сразу. За Афганистан. Первое время мы встречались, разговаривали. Потом как-то старались это все забыть. Реально я не хотел, когда мы садились даже с ребятами, что-то вспоминать, не хотелось бы. Вот сейчас эта война, пока она жива в памяти, мы вспоминаем, что можно было сделать, как можно было сделать это все лучше. Но пройдет время, три-четыре года, пять, и вот как отрежет внутри, вспоминать о войне не захочется. с людьми, с ребятами, конечно, встречаемся, вспоминаем. Те времена, я не знаю, я вспоминаю, год прошел, как будто 10 лет. Это реальность. Я прожил в Киеве больше 10 лет, для меня это был как один день. А год войны, даже не год, наверное, три-четыре месяца, самые жесткие бои, для меня прошли как 10 лет. Это очень долго. И хотел бы еще коснуться, тоже опять-таки, мы затронули вопрос, когда Третий Майдан собирался, вернуться к нему. Могу всем сказать, Третьего Майдана не будет. Не будет никогда, в априори. Этого уже быть не может. Первый был оранжевый, легкий, все молодежь, студенты, все выходили с флажками, махали, кричали Ющенко так. Второй Майдан уже пошел на большей крови. Третий Майдан, это не Майдан, это будет либо военный переворот, либо власть начнет что-то делать, реальное для людей, чтобы что-то изменить. В таком состоянии, как мы сейчас живем, это не людское состояние. Люди так не могут. Это еще в Киев смотрится более-менее нормально. Хотя тоже очень слабое экономическое положение людей. А если выехать в регионы, вы удивитесь, там очень тяжело жить. Просто люди опускаются руки, они не знают, что делать. Ни работы, ничего не было. Ну, я согласен. Третьего Майдана не будет. Это будет гражданская война. И если будет гражданская война, остановить ее смогут только военные. Все закончится хунтой, ну, в хорошем понимании этого слова. Если наши нынешние руководители не одумаются, если они доведут народ до такого состояния, что будет война, ну, они же и пострадают. Поэтому я думаю, что им надо сейчас собраться с мыслями, взять людей, которые хотят помочь навести порядок в стране, а мы готовы подставить плечо. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня у нас в студии. Вот видите, я думаю, что мы еще встретимся, обязательно поговорим о территориальной самообороне. Спасибо огромное. Я хочу напомнить, что Олег Березю, глава Украинского юридичного товариства, сегодня был у нас в гостях. Вместе с ним был Евгений Пташник, экс-командир батальона Айдар, а вы оставайтесь с нами, мы ждем новых гостей. И спасибо вам огромное, всегда рады видеть вас в нашей стране. Спасибо вам, спасибо. Спасибо.